Как я отношусь к основидению, например, видеть усопших, какую защиту надо ставить? Так, давайте я проясню, как я понимаю вот то, что вы говорите. Почему? Потому что я всегда как-то понимаю по-своему и склоняюсь все чаще к тому, что, по крайней мере, в последнее время мне все говорят, да, это Меркурий ретроградный. Вот, потому что я читаю одно, понимаю по-другому. Значит, по порядку. Что такое видеть усопших? Как вы их видите живую, ну, то есть наяву, либо во сне? Если видите во сне, то это, наверное, не имеет отношения к основидению. А если вы предполагаете, что вы видите наяву, то я даже и не знаю, что вам сказать, какую защиту надо ставить. Да, мне кажется, умершие, они ничего вам не могут сделать. Вообще, на самом деле, вот все, что находится за гранью реальности, да, если так можно сказать, все, что находится, так скажем, на тонком плане, да, в астрале, даже не на тонком плане, а в астрале, вот все эти сущности и все, что не имеет физического тела, оно, как правило, питается энергией. И когда мы хотим защититься, если так можно сказать, да, от чего-либо, да, от каких-либо сущностей, то в идеале нужно просто перестать кормить свои энергии. Каким образом мы кормим свои энергии? Это могут быть наши мышцы, то есть какие-то там, я не знаю, переживания. Причем не факт, что это только негативное, это могут быть чрезмерная радость. То есть когда мы радуемся, когда мы смеемся, мы, по сути, выбрасываем, да, свою энергию, то есть чрезмерную, то, что в нас много. И все, что находится, ну, скажем так, в астральном плане, да, этой энергией питается. Поэтому, когда есть что-то, что нам кажется, приклеилось к нам, да, самое идеальное, это перестать подпитывать. То есть, причем, знаете, наши мысли, мы же, когда думаем, да, мы создаем мыслеформу, да, какой-то образ, мы что-то представляем. А когда мы часто об этом думаем, то есть даже наши мысли, мы, когда думаем, мы тоже отправляем свою энергию. Когда мы часто думаем особенно о ком-то, то мы, по сути, подпитываем это тоже своей энергией. Ну, так создаются вот всевозможные вот эти вот, как это сказать их, даже не духи, а, ну, я не знаю, там, дымовые, и вот, ну, тоже неорганики, да, как-то так. Вот, то есть все это подпитывается нашей энергией. То есть если мы перестанем об этом думать, если мы перестанем подпитывать энергией, то это само собой, ну, отвалится от нас. Вот. Если, опять-таки, по какой причине мы видим умерших? Если мы видим во сне, я не могу сказать. Вот для меня, например, видеть во сне умерших, это вот прям, как это, само собой разумеющийся. Я никакой защиты не ставлю. Ко мне сегодня как раз-таки такая дата особая в моей жизни, четыре года назад умер мой папа. Именно сегодня, 5 января. Вот. И, по идее, он уже должен был пойти после трех лет на перерождение. Я его вижу все реже и реже. Вот. Но все равно он приходит ко мне во сне. Причем не только отец, а все знакомые, которые когда-то, с которыми я когда-то сталкивалась, в своей жизни, которые умерли, умерли, они постоянно приходят ко мне во сне. Прям разные-разные категории. И я могу определить, например, вот это к добру, да, либо не к добру. Ну, просто через наблюдение. Поэтому, когда во сне ко мне приходят мертвые, для меня это вот как-то, ну, норма. А наяву у меня не было такого. Поэтому я не знаю, как сказать. Ну, для чего приходят? Как правило, как я уже сказала, да, за энергией, ну, то есть за вниманием. Чем больше вы будете обращать внимание, тем больше они будут проявляться в вашу жизнь. Что касается ясновидения, ясновидение, само слово говорит это то, что мы видим ясно, очень четко. То есть когда нету разделения на то, что вот это вот иллюзия, либо это реальность. Вот в моем понимании, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, не все люди, кто выдают, так скажем, себя за ясновидящих, такими являются. Потому что в моем понимании, так как это описано в философии, да, кто такие предсказатели и ясновидящие, у меня, по-моему, был пост, если я не ошибаюсь, в Инстаграме об этом, было четкое описание, что ясновидящие – это не только те, кто видит будущее, это те, кто видит еще и прошлое. То есть настоящее ясновидящее – это человек такого очень высокого. Ясновидящими были философы, мистики. Это те люди, которые, допустим, приходил человек за каким-то вопросом. И вот этот навык ясновидящие, он мог сказать не только будущее, что ожидает человека, но и прошлое, которое было у этого человека. Причем не только ближайшее прошлое и не только касательно этого человека, но еще и всех членов его семьи и друзей, членов семьи. Плюс ко всему ясновидящий, как описывали философы, это тот человек, который может рассказать про любого человека абсолютно на Земле, о его прошлом и о его будущем. То есть даже его не видя. Он может находиться на другой точке нашей Земли, в другой стране. И человека никогда не видя, но ясновидящий может его увидеть и рассказать о нем абсолютно все, как о его характере, о его повадках, о его прошлом, о его будущем. И, как я уже сказала, о членах его семьи и о друзьях каждого из членов семьи. Вот это действительно человек, который называет ясновидящий. Исходя из этого, написано в философии, мне кажется, что у нас нету ясновидящих. Не знаю, по крайней мере, я не встречала человека, который мог бы описать прошлое. Каждого из нас.